ребят всем привет и сегодня у меня небольшой видео обзор приобрел себе классный станок у компании карли русс и как всегда по старым традициям когда что-либо я приобретаю любой инструмент станок оборудования я снимаю видео как распаковываю как произвожу сборку обязательно рассказываю технические характеристики оборудования и соответственно в конце видео показываю оборудование в работе как я и сказал сегодня у меня видео обзор и он ничем не отличается от других видео обзоров так что все по старой схеме распаковываем собираем пробежимся по комплектации по техническим характеристикам и конечно же проверим его в работе а сейчас вы увидите что же это за станок так ну все вроде бы достали с коробки собираем станочек ну а первое что нам нужно будет сделать это вот этими болтами которые шли в комплектации прикрутить колонну к основанию так для интереса сразу по мере толщину стенки колонны толщина стенки колонны 208 2 миллиметра отлично ну а диаметр самой колонны 73 миллиметра тоже отлично так на сейчас самое основное сердце станка сверлильная головка ее нужно будет установить на колонну это я сделаю вне кадра так друзья сверлильную головку на колонну установил сейчас нужно будет его по мелочи от собрать прикрутить различные виды рукояток установить рабочий стол установить сверельный патрон с конусом морза 2 шпиндель станка ну и потом по быстренькому пробежимся по техническим характеристикам данные модели напольного сверлильного станка джи айби дипи 15 мл рожковым ключиком на 8 все хорошенечко подтянем напольный сверлильный станок джи айби дипи 15 в и собран по комплектации а в комплектацию входит быстро зажимной патрон с конусом морза 2 вот такие вот тисы с рабочим столом размером 306 на 306 миллиметров светильник подсветки рабочей зоны и обратите внимание уже вкручена лампочка лазерная разметочная система с двух сторон три шестигранника клин для того чтобы можно было демонтировать патрон и вместо патрона установить сверло с конусным хвостовиком конус морза 2 и также опять демонтировать это сверло и установить патрон для этого нам и нужен вот такой вот клин ну и конечно же гарантийный талон и руководство по эксплуатации все на русском языке по комплектации напольного сверленного станка джи айби дипи 15 в принципе мы пробежались и сейчас мы перейдем с вами техническом характеристикам данной модели начнем самого главного а это сердце станка электродвигатель потребляемая мощность которого 1125 ватт а выходная мощность 750 ватт работает станок от сети 220 вольт частота 50 герц соответственно электродвигатель асинхронный на корпусе сверленного станка имеется табличка со всеми его техническими параметрами расстояние от оси до колонны 380 миллиметров ход шпинделя внушительных 102 миллиметра максимальное расстояние от шпинделя до стола 750 миллиметров максимальное расстояние от шпинделя до основания 1240 миллиметров размер рабочего стола как я и говорил ранее 306 на 306 миллиметров вес станка в сборе 70 килограмм не тяжелый но и нелегкий спереди свирильного станка имеется панель управления кнопка включения-выключения станка кнопка включения-выключения лазерной разметки также имеется кнопка экстренного торможения электродвигателя ну и конечно же электронный циферблат который показывает нам обороты шпинделя сбоку как я говорил ранее имеется светильник для подсветки рабочие зоны а также ручка регулировки оборотов вариатора скорость вращения шпинделя регулируется вот этой вот ручкой вариатора на этом станке установлен вариатор обратите внимание как хорошо прорисовывается лазерная разметка даже при моем идеальном освещении в мастерской рабочий стол на этом станке поворотный его можно повернуть плюс минус 40 градусов для этого достаточно ослабить болт и повернуть стол под нужный вам уклон помимо всего прочего расслабив вот эту ручку стол вращается по оси опустить стол вниз или поднять тоже не проблема ослабляем вот эту вот рукоятку крутим эту рукоятку против часовой стрелки или по часовой стрелке стол опускается или же поднимается на теперь мы с вами откроем верхнюю крышечку и посмотрим что же там и здесь мы видим сам вариатор датчик оборотов на электродвигатели установлен двух ручейковый шкив и на промежуточном валу тоже снизу двух ручейковый шкив соответственно мы можем менять обороты сейчас я включу станок и вы наглядно увидите как работает вариатор как меняются обороты шпинделя за счет вариатора вы видели как меняются обороты при помощи вот этого рычага вариатора а скорость ображается на цифровом дисплее если на электродвигатели и промежуточном валу перекинуть ремень на верхние ручьи то на станке можно добиться максимальной скорости вращения шпинделя а это 2750 оборотов в минуту но мне такая скорость при сверлении не нужно и я оставлю все по-прежнему привод такой компоновки как сейчас максимальная скорость вращения шпинделя регулируется до 1270 оборотов в минуту а это предостаточно да друзья и чуть не забыл вам сказать что изменение вращения скорости шпинделя рычагом вариатора осуществляется только при вращающемся шпинделе и это обязательно и не иначе померяем теперь размеры станка высота 1650 миллиметров длина 620 миллиметров но ширину мы возьмем по основанию станка так как основание самая широкая 380 миллиметров друзья в принципе все основные параметры и характеристики напольного сверлильного станка джаеве дипе и пятна своей я вам рассказал ну а теперь мы перейдем с вами от теории к практике и посмотрим его в работе деревяшки мы сверлить не будем сразу начнем с металла труба толщина стенки 4 с половиной миллиметра просверлим этот кусок трубы сразу диаметром сверла 10 миллиметров сверло 10 миллиметров без каких-либо проблем как по маслу четко 3 секунды и отсюда отверстие в 10 миллиметров ну а теперь этим же сверлом диаметром 10 миллиметров просверлим вот такой квадрат 20 миллиметров включаем станок и на тех же самых оборотов 600 оборотов в минуту сверлим квадрат отлично просто супер я доволен друзья станок просто отличный сверлить просто супер вот как поставил на 600 оборотов и когда я сверлил квадрат толщиной 20 миллиметров даже не было посадок вот как было 600 оборотов так и есть конечно может быть если сильнее нажать может было бы посадку в любом случае но когда потихонечку давить потихонечку сверлить никаких посадок вот как было 600 оборотов так и осталось то есть просверлить какой-то толстый металл для этого станка это не задача а уж про дерево и пластик я вообще не говорю по всем техническим характеристикам он меня полностью устраивает лакокрасочное покрытие вариантов очень удобно когда можно регулировать обороты не перекидывая ремень если конечно мне понадобится выше 1270 оборотов в минуту то я перекину ремень но опять же тут никаких сложностей вот два барашка и вот натяжитель то есть открутили барашки ослабили перекинули ремень натянули и затянули барашками все очень удобно все очень быстро никаких монтажек не нужно друзья короче напольный свирильный станок джайби дипи 15 вей станок просто супер и я довольна своим приобретением а приобретал я ему как я и говорил в начале видео у харви русс ссылок я никаких оставлять не буду это не реклама но тот кто захочет приобрести такой же станок всегда можете забить в интернете харви русс а на сегодня у меня все и надолго я с вами не прощаюсь всем пока